АВРОРА ГАЗ В Дальневосточном квартале в Читсе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Корпорация развития Забайкалья. Разрешение на строительство первой очереди получила фирма «Проект С-47», которая входит в структуру группы «Самолет». Речь идет о 152 арендных квартирах, которые в Дальневосточном квартале должны будут построить по договору долевого участия с Дом РФ. Заключить его хотят до конца лета 2024 года. Построить арендное жилье планируют к 2026 году. Напомним, арендное жилье строят для высококвалифицированных сотрудников из других регионов, которые приедут работать в Забайкалье. Стоимость проживания в нем будет ниже, чем по рынку. Ранее стало известно, что многоэтажку на 160 льготных квартир построят на улице Алексея Брызгалова в Чите. Сорняки заполонили улицу Горького, реконструкция которой стоила 213 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения Народного фронта. Сегодня результаты реконструкции выглядят удручающе. Большая часть зеленых насаждений погибла из-за отсутствия ухода. Газон, который должен был появиться в рамках проекта, так и не был создан. Площадки с лавочками стоят пустые и без тени, а территория имеет запущенный вид. Траву пробило даже сквозь тротуарную плитку, что говорит о нарушении технологии укладки, говорится в сообщении. Народный фронт обратился в администрацию Читы с требованием устранить недочеты по гарантии и обеспечить регулярный уход за зеленью. Кроме того, активисты призывают вернуть сквозной проход, который так ждут многие горожане. Факты переплаты за коммунальные услуги населением Забайкальского края установлены при проверках сообщений в региональную госинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Всего с января по июль 2024 года за отопление, горячее, холодное водоснабжение, электроснабжение и вывоз мусора жители края переплатили 2,5 миллиона рублей. После проведенных проверок им вернули их деньги. В госинспекции напомнили, что любой потребитель имеет право получить перерасчет за некачественно оказанные коммунальные услуги. Для этого ему необходимо обратиться к управляющей или ресурсоснабжающей компании. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров 16 августа во время диалога власти с главами районов края заявил, что на расселение аварийного жилья в Чите перестанут выделять федеральные деньги. Расселять их планируют через программу комплексного развития территорий. Условия на совещании обсуждали следующие 50 на 50. Федерация будет давать 50% на расселение в районах. На столице регионов не предполагается вообще финансирование. Планируется осуществлять переселение только в рамках проекта комплексного развития территорий, сказал он. Гончаров отметил, что окончательное решение по вопросу с расселением аварийного жилья будет известно в ноябре. В Чите планирует применить программу комплексное развитие территорий для расселения аварийных домов и постройки на их месте многоэтажек. Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале поделился впечатлениями от поездки в Могочинский муниципальный округ и выделил ряд присутствующих там проблем. Одна из них касается необходимости строительства пожарного депо в Сбеге. Поселок оторван, любой пожарный автомобиль туда добирается только за три часа. Там же проблемы по школе, клубу, потому что он сгорел, когда-то написал депутат. Также одна из серьезных проблем в Могоче мост, который находится практически в аварийном состоянии. Деньги бюджетные просто закопали в никуда, подытожил Гурулев. Единственное, что похвалил парламентарий, это неплохую подготовку к отопительному сезону. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Гурулев раскритиковал подготовку к зиме в Петровск-Забайкальском районе и Чернышевске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова